...будет сдан осенью 1941 года, советы перед уходом заминировали город. Взрывчатка была повсюду, от электростанций до административных... Ничего не напоминает, Ресене? Вот вы говорите, Зеленский бомбит сам себя. Ничего не напоминает, нет? Ничего не напоминает? Операцией по уничтожению города занимались сотрудники НКВД и члены коммунистического подполья. Уничтожение центра Киева началось 24 сентября 1941 года со взрыва в магазине... Дети России, 24 сентября 1941 года, вы не прочитали, что НКВДшники взорвали центр Киева? Не прочитали? Нет у вас там такого главы вашей ебучей истории? ...кемир, а затем почти сразу произошли взрывы в соседних зданиях. Огонь очень быстро распространялся. В большинстве зданий покрытия и перегородки были из дерева. Люди держали у себя запасы керосина. Вы не слышали, не помните, как я недавно делала ролик про... Как вы Москву тоже сожгли? У вас такой почерк. Выходите из города и сжигайте все. Это как бы ваш почерк. Вы, наверное, еще не родились? Еще вот там в животе и уже думаете, надо успеть что-то сжечь. А в сараях и подвальных помещениях постоянно хранили дрова. Здания в Киеве взрывались еще пять дней. А пожар в поврежденных сооружениях бушевал несколько недель. Погибли тысячи киевлян. 50 тысяч остались без крыши над головой. Тысячи киевлян погибло. Тоже не написано, да, россияне? Не написано, россияне? У вас не написано, что тысячи киевлян погибло не от фашистов? Я вообще не понимаю, какое дело вообще было Киеву до фашизма? Тысячи киевлян погибли от Сталина. Где это было написано? Почему это не трезвучит, не трезвонит по всем колоколам? Сталин убивает своих людей до приходов Гитлера. Гитлер еще ничего не успел сделать, а там уже люди уничтожены. Киев навсегда потерял свою уникальность. Многие годы после войны советская пропаганда врала, что Киев осенью 1941 года уничтожили нацисты. Но документальные свидетельства и воспоминания киевлян говорят об обратном. За годы Второй мировой войны украинская столица стала единственной в Европе, где тактику выжженной земли применила собственная власть, а не оккупанты. Получается, оккупанты ничего не делали? Поясняется. В оккупанты ничего. Они просто зашли в город, уже сожжены, уже уничтожены. Полюбуйтесь. НКО СССР гвардейского ордена Красного Знамени стрелковая дивизия 6 декабря 1941 года военному оперативного отдела 16-й армии. За последние три дня в исполнении приказа военного совета номер 5 проделаны следующие. Артогнем и групповой группой охотников сожжены все станционные постройки на станции Крюково. Кроме этого сожжено 20 домов поселка Крюково. Молодцы, да? В селе Алабушево от Арторня сгорело не менее 15 домов. Сегодня высылаем группу охотников, а также разведчиков, на которых будет возложена задача по дальнейшему сжиганию домов поселка Крюково. Ну, это очень сложная задача. Видите, родиться, чтобы сжигать дома. Охуительная задача военкомштаба Фролов. От центра почти ничего не осталось. Уничтожено было около тысячи зданий, Успенский собор, кинотеатры, библиотеки. Уж сколько вы эти библиотеки сжигали, россияне? Сколько вы сжигали этой письменности, икон? И то, что не сжигали, увозили с собой. Я вообще поражена, что в Украине по-прежнему есть библиотеки. Магазины, почтамп, консерватория. Вы даже консерваторию сожгли. Что же вам говорится, это консерватория-то, я не знаю. Что, немцам нельзя было зайти на пианино поиграть, что ли? Волновались, что немцы умеют играть лучше вас? Цирк? Боже мой, а куда вы животных дели? Цирк? Вы зачем цирк сжигали? Театр? Боже мой. Какие вы пидорасты. Господи, я знаю, что у вас гомиков нет. Потому что у вас, зачем они, как они там могут жить, если у вас там пидорасты все? Точно неизвестно, сколько киевлян погибло в огне и под завалами. Ну, конечно, без крова осталось почти 50 тысяч. В 41-м году Сталин отдает приказ. Тут еще приказы есть, вон, напечатаны. Я их просто не сохранила. Сжигать села и деревни при отступлении из них Красной Армии. И на 20 километров глубину от линии фронта. Дома, больницы, школы. Видите, вот то же самое. Вот то же самое. Вот чего вы будете отрицать? Школы сжигали. Школы. В Киеве вы сжигали. Причем это был жест доброй воли. То есть вы, наверное, что-то хорошее имели в виду. Не знаю. Сожгли все. А жители оставили на руинах населенных пунктов. Эвакуации им не полагалось. Ну и что вы думаете, они встретили как немцев? Вот если вы сожгли им школы, театры, консерватории, больницы. Что они должны были немцам, что это сказать? Вы гады. Ну что, они не видели, кто гад? Согласно отчетам только по этим рапортам, в период с конца ноября по декабрь 41-го года Красная Армия уничтожила более ста населенных пунктов, умышленно оставив жителей зимой, без домов, нередко поджигая дома ночью. Когда жильцы спали. Ну вот Зоя Космодемьянская. Вот она вот это и делала. И за это ее немцы повесили. По законам военного времени.